Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на первой торговой сессии этой недели. Меня зовут Александр Максимов, я являюсь аналитиком компании A-Markets и ближайшие 5 дней с удовольствием буду проводить для вас утренние брифинги. Сегодня в рамках нашего обзора мы подведем итоги предыдущих торгов, а именно пятницы, по основным валютным парам и обозначим прогнозные ориентиры на сегодняшнюю сессию. И начнем наш обзор с анализа пары евро-доллар. На заключительной сессии предыдущей недели пара евро-доллар торговалась в узком диапазоне по причине закрытых торгов на многих мировых площадках, в том числе и на ключевых рынках в Австралии, Европе и США. Пара в пятницу торговалась преимущественно во флете в условиях низкой волатильности в 27 пунктов. Лишь в первые часы торгов доллар доминировал, установив сессионный минимум и максимум на отметках 1.1179 и 1.1152 соответственно. По итогам дня доллар укрепился против евро на 13 пунктов до уровня 1.1164, продемонстрировав восходящую динамику шестую сессию подряд. Также в пятницу не обошлось без экономических публикаций, однако статистики вышло не так много. В США годовые данные по ВВП за четвертый квартал вышли лучших прогнозов, рост на 1.4%, при прогнозе роста на 1%, который был зафиксирован за предыдущий отчетный период. Помимо этого ценовой индекс ВВП в четвертом квартале совпал с прогнозным ростом на 0.9%. Для индикатора инфляции данные хорошие, актуальные, учитывая последние комментарии представителей ФРС США. Напомним, что после глубины риторики главой Федрезерва Джанет Йеллен на мартовском заседании и снижении прогнозов по количеству повышений ставки с 4 до 2 в 2016 году, выступали представители ФРБ Атланты, Сан-Франциско, Филадельфии и Чикаго. Те, в свою очередь, отмечали восстановление экономического сектора США, в том числе давался прогноз, что инфляция постепенно будет расти к целевым значениям, что повышений все-таки будет как минимум 3 и необходимо начинать повышать ставку уже на апрельском заседании. Последний из выступавших был Джеймс Буллард, президент ФРБ Сан-Флуйса, который в четверг также сообщил о возможном скором повышении ставки. Обращаю внимание на улучшение ситуации на рынке труда США. Сегодня большинство площадок по-прежнему будут закрыты, однако штаты начнут работать в обычном режиме, поэтому если ждать какой-то активности, то только после начала американской сессии и отчетов по потребительским расходам и доходам. Относительно динамики евро-доллара мы настроены по медвежьей, и сегодня идея – это снижение курса в сторону поддержки 1.11, однако если статистика по штатам выйдет слабой, то можем нарваться и на восходящую коррекцию. Аналогично в паре с евро доллар имел преимущество на протяжении шести сессий против японской сессии, извините, японской иены. Опасения, связанные с возможными стимулирующими мерами, банка Японии ослабили медвежье давление в паре, позволив курсу доллар-иена вырасти на 250 пунктов с минимума 110.81 с 18 марта. Наибольшие потери иена понесла на открытии в пятницу, потеряв за 2 часа 43 пункта после вышедших слабых данных по инфляции в Японии. Национальный индекс потребительских цен вырос в феврале лишь на 0,3%, а наиболее важный показатель индекс потребительских цен без учета стоимости свежих продуктов питания в годовом выражении не изменился в феврале, как и в январе, хотя аналитики ожидали роста на 0,1%. Стартовав в пятницу с отметки 112.81, пара показала рост на открытии до 113.31, а завершила неделю на уровне 113.06. На предыдущей неделе в нашем ежедневном техническом анализе мы обозначали точку входа с покупками на уровне 112 иен за доллар после пробития поддержки 111.75. Данный сигнал сработал во вторник и на данный момент уже приносит нам 150 пунктов прибыли, которую мы зафиксируем. По паре мы рассчитываем на сохранение восходящей динамики и спад на коррекции будем использовать для новых покупок. Британский фунт завершил предыдущую неделю снижением против доллара. Неплохие данные по розничным продажам в Великобритании, опубликованные в четверг, оказали лишь временную поддержку паре, которая, завершив сессию четвергоростом, уже в пятницу возобновила падение. Пара стартовала с отметки 1.4151, достигнув минимума 1.4107 еще на азиатских торгах и завершила день на уровне 1.4128 с убытком в 23 пункта. До мартовского минимума 1.3903 еще достаточно далеко, около 230 пунктов, однако достижение этой отметки вполне реальное, как и ее обновление, так как общий фундаментальный фон и в среднесрочной перспективе приближение июньского референдума в Великобритании с вопросом о выходе из еврозоны играет далеко не в пользу фунта. По паре мы видим как потенциал достижения мартовской поддержки 1.3903, так и возможное снижение к февральскому минимуму 1.3834. На прошлой неделе, если вы следили за нашим техническим обзором по фунту, то на снижении пары удалось заработать 180 пунктов, надеемся на столь удачные прогнозы и на этой неделе. Основные идеи по паре прежние продавать на росте, а сегодня не исключаем динамики вниз в сторону поддержки 1.4050. Ну а теперь обратимся к российскому рынку. На торгах в пятницу рубль сумел отыграть потери четверга благодаря зафиксированным ценам на нефть из-за закрытых торгов на западных площадках, а также на фоне налогового периода в России. Восстановление нефтяных цен вечером четверга поспособствовало открытию пары доллар-рубль с гэпом вниз на торгах в пятницу в размере 69 копеек. Резиденты РФ выплачивали НДПИ и НДС, что на тонком рынке оказало значительную поддержку рублю. В пятницу мы видели открытие 68.53, где сразу же был обозначен максимум 68.63. В течение дня рубль укреплялся вплоть до 67.76, однако к вечеру подешевел до отметки 68.06 из-за фиксации позиций перед выходными. Повышенный интерес вызывают сегодняшние торги по паре доллар-рубль, так как торги по нефти уже стартовали. Актуальная отметка 41.51 доллар за баррель. В США количество буровых установок сократилось на 15 штук за неделю. В Европе сегодня выходной, поэтому условия тонкого рынка сохраняются. Однако пик налоговых выплат уже прошел, поэтому спрогнозировать направление рубля сегодня достаточно сложно. Но все же мы придерживаемся идеи, что рубль сможет укрепиться и сегодня, и мы увидим тестирование поддержки 67 рублей за доллар. Как вы помните, в пятницу торги по нефти не проводились. В четверг мы наблюдали двустороннюю динамику курса. Ослабление цены произошло ввиду опубликованного отчета Министерства энергетики США о росте запасов на 9 миллионов баррелей за прошлую неделю, хотя прогноз был рост лишь на 3 миллиона баррелей. Однако к концу торгового дня котировки восстановились в область уровня открытия и завершили неделю на отметке 41.03. Сегодня торги по черному золоту возобновились. Актуальные котировки, как я уже говорил, 41 доллар 51 цент за баррель. В условиях низколиквидного рынка Brent может сохранить движение выше 41 доллара сегодня, что в свою очередь позитивно скажется на российской валюте. Что касается экономических публикаций на сегодня, то данные выйдут только по США, пока остальные страны Запада находятся на каникулах. Статистика по потребительским доходам и расходам в Штатах за февраль выйдет в 15.30 по Москве. В завершении, если у вас возникнут какие-либо вопросы, задавайте их на нашем форуме, либо на канале YouTube. На сегодня это все. Спасибо вам большое за внимание. Желаю удачной торговли. И до завтра.